Добрый вечер, это программа «Время вашего вопроса». Мы продолжаем рубрику «Ельгия Казмет». И сегодня мы поговорим о государственной службе, о качестве предоставления госуслуг и, что очень важно, о мерах по совершенствованию системы оказания госуслуг населению. В студии Мурат Байсалов, руководитель департамента агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Западно-Казахстанской области, председатель Совета по этике. Здравствуйте, добро пожаловать. Да, мы работаем в прямом эфире, все средства связи будут на ваших телеэкранах. Задавайте ключевые, важные для вас вопросы. Итак, давайте вот начнем с такого вопроса. Этим летом многие выпускники завершают свое обучение, получают дипломы. В таком случае, в дальнейшем, как им можно устроиться на государственную службу. Что для этого нужно сделать? Спасибо за вопрос. С 2016 года в Казахстане у нас внедрена карьерная модель государственной службы. Любое поступление на государственную службу и дальнейшее продвижение осуществляется через конкурсные процедуры. Сама модель, она, то есть, выпускники, как правило, не имеющие опыта работы, они будут начинать с низовых должностей на основе конкурсных процедур. Сам по себе конкурс состоит из нескольких этапов. Из них первый этап это определение знаний на знание, определение знаний теоретического характера, то есть, знания законодательства. Второе, определение личностных качеств. И третье, это конкурсное собеседование в профильных государственных органах, которые непосредственно проводят сам конкурс. Если говорить конкретнее по конкурсам, то для участия необходимо только предоставление заявления, послужного списка и, получается, диплом об образовании. Остальные документы будут, то есть, предоставлены кандидатам, который будет рекомендован к занимаемой должности в течение 10 рабочих дней. Непосредственно, если говорить по тестированию первой и второй этапы, то можно записаться через портал электронного правительства на тестирование в любое удобное время и по итогам которого вы получите сертификат, который в последующем конкурсный, тот госорган, который проводит конкурс, будет их проверять через сайт. То есть, нет необходимости его бумажного предоставления. Но, в целом, госслужба нуждается в новых кадрах. В этом есть потребность? Потребность в новых силах, новых идеях, она существует всегда. Мы и нуждаемся в этих кадрах. И для нас очень важно, чтобы был приток новой крови, то есть, новых идей с учетом поставленных главой государства задач и предстоящих нам внедрения новых идей. Хорошо, да. Тогда вернемся к госуслугам. В целом, как вы оцениваете качество предоставляемых госуслуг? Именно ваша оценка. Что сейчас происходит? С учетом построения человекоцентричной модели государственного управления, мы полностью переформатировали порядок предоставления государственных услуг. То есть, сейчас, на данный момент, реестр госуслуг с учетом поручения главы государства, администрации президента и правительства полностью пересмотрен. То есть, все государственные услуги раздроблены на подвиды, которые охватывают полностью жизненный цикл человека. С учетом этого, доля электронных услуг, который оказывается в электронной форме, без посещения государственного органа, у нас составляет порядка 90%. Но вместе с тем, есть определенные сложности и есть определенные виды государственных услуг, которые предоставляются традиционным способом, в бумажном виде. Есть такие сложности. Ну, как раз продолжение. Вот смотрите, мы говорим о том, что у нас развиваются госуслуги, что приоритет отдается именно электронной форме, что необходимо больше и больше вовлекать госуслуги в формат именно, да, цифровой формат. Но, тем не менее, цены полны людьми. До сих пор существуют большие очереди, цены переполнены. И как ни зайдешь, довольно сложно получить услугу. Сразу перед тобой возникает такая длинная очередь. Как с этим бороться? Да, Дмитрий, есть такая проблема, что определенная часть нашего населения по старинке за любым документом ходит в отделы обслуживания населения госкорпорации. Тем не менее, есть альтернативный способ получения этих государственных услуг. Можно, к примеру, привести смартфоны. С учетом того, что в концепции госуправления до 30-го года у нас поставлена задача по взаимодействию госаппарата с населением через смартфоны. То есть, через смартфон у нас есть возможность получения государственных услуг. Будь это приложение банков второго уровня или мобильное приложение электронного правительства. Там через авторизацию, через одноразовый смс-код есть возможность получения этих справок всех видов государственных услуг. Есть второй канал получения государственных услуг, это портал электронного правительства. Там тоже есть ряд преимуществ. Это в том числе авторизация через одноразовое смс-сообщение, через ЕЦП и через код-пароль. Точно так же через телеграм-боты можно получить государственные услуги. То есть, если вы прикреплены, ваш номер к базе данных мобильных граждан, вы можете спокойно получать государственные услуги через телеграм-бот-канал. Но, тем не менее, почему все-таки какое-то количество людей, нельзя сказать, что полностью преимущественно все люди, но, тем не менее, большое количество все-таки выбирает идти ногами в ЦОН. Они не знают об этом. Ну, даже, может быть, оставим в стороне пожилое поколение. Но все-таки, почему до сих пор существует такой вот подход? Не секрет, что для большинства посетителей отделов по обслуживанию населения, госкорпорации, они являются копий-центрами. То есть, человек туда идет, получает эту справку, там же ее распечатывает. Потому что для него созданы все благоприятные условия для получения этой услуги. То есть, вся цепочка, будем так говорить. Да. Тем не менее, есть более легкие способы, как я говорил ранее, через смартфон. И тот государственный орган или та организация, которая потребовала эту справку или государственную услугу, вы спокойно можете переслать ее в электронной форме, в том числе и через мессенджеры. И в разы упростив не только свои действия, то есть, временные, финансовые траты, но также и деятельность госкорпорации. То есть, так такой нагрузки уже не будет. Какие еще можно выделить проблемы в сфере получения госуслуг, оказания госуслуг? Другой немаловажной проблемой в настоящее время является устарение устаревших компьютерный парк. То есть, те компьютеры, которые были закуплены, они уже не отвечают современным требованиям, не позволяют... То есть, у них отсутствует та скорость, которая необходима для предоставления этих государственных услуг. Вот это является немаловажной проблемой. И другой аспект является, ну, как я говорил, цифровая грамотность населения. То есть, есть альтернативные получения государственных услуг в электронном формате, и не все население в настоящее время пользуются этими механизмами. Да, мы об этом говорим не одну программу, эту проблему поднимаем. А вот на ваш взгляд, может быть, ваша концепция, как заниматься развитием цифровой грамотности? Вот что для этого нужно делать? Какие-то записывать ролики, открывать курсы бесплатные? Вот как вы думаете? Это все есть. Государственные органы, уполномоченные на это, они реализуют эту политику. Тем не менее, если посмотреть международный опыт, в том числе опыт Эстонии, то если в семье один член семьи научится получать государственные услуги в электронном формате, то в течение короткого времени получается, вся семья уже будет получать ее, не посещая государственные органы. То есть, мы должны стремиться к этому, чтобы мы исключали определенный контакт с государственным органом, с сотрудниками организации, которые предоставляют государственные услуги. Мы должны стремиться к тому, что вы получаете государственные органы в электронном формате и не контактируете с тем самым, снижая коррупционные риски. Да, здесь еще такой психологический момент, что человеку нужно затратить силы и усилия, чтобы разобраться в том, как работает какое-то отдельное приложение, отдельная услуга. Один раз, если, ну, первоначально, да, всегда новое, это вызывает определенные сложности, определенные, то есть, недоверие. Но, тем не менее, если один раз научиться получать государственные услуги, в том числе на портале электронном правительстве, в дальнейшем это будет очень легко. Даже я, получается, уже не посещаю, честно сказать, Центр обслуживания населения уже порядка двух-трех лет. Вот. Все получаю в электронном формате. Вот контроль за качеством оказания госуслуг тоже важная история, важный вопрос. Вот в чем он заключается и есть ли контроль именно за качеством? Контроль качества оказания госуслуг закреплен за нашим агентством по делам государственной службы и является одной из основных функций. Контроль качества мы осуществляем путем мониторинга, анализа сведений и проведения проверочных мероприятий. Проверочные мероприятия у нас проводятся как по, ну, так сказать, в плановом порядке с учетом критерий рисков и по обращению, если есть точечные жалобы. Если брать динамику по сравнению с прошлым годом, то есть определенная положительная динамика по снижению количества нарушений, но, тем не менее, это не дает нам повода, чтобы мы ослабляли контроль. Мы постоянно работаем с общественностью, постоянно проводим мониторинг качества оказания госуслуг, в том числе через соцопросы, в том числе через анкетирование и выявляем все слабые места, места, где мы должны более усилить контроль для качественных их предоставлений. Вот, наверное, тоже кадры имеют большое значение, подготовленность кадров, тех же самых акционных, потому что даже я сам замечал какое-то время назад, что у одного стола тебе предоставляют одну информацию, уже за другим столом уже информация немного другая. То есть каждый как-то на свой лад интерпретирует те или иные необходимые документы и так далее. Предоставление качественной информации, сведений по порядку получения государственной услуги, она является сама по себе предпосылкой для дальнейшего качественного предоставления услуги. Конечно. Если, например, услугополучатель на первичном этапе получит качественную консультацию по пакету документов, как ее можно получить, то в дальнейшем это минимизирует риски обжалования. Потому что если он получил пакет документов, список, в дальнейшем он ее собрал неправильно и предоставил, то, конечно, это повлечет за собой жалобу, которая в последующем приведет к тому, что мы должны будем реагировать и проводить контрольные мероприятия. То есть на первичном этапе сама процедура предоставления консультации, она является немаловажной. А в целом, допустим, потребность в кадрах в тех же самых акционах, она тоже актуальна? Дефицит присутствует? Сейчас не секрет, что госкорпорация, правительство для граждан проводит определенную реструктуризацию. То есть у них также проводится работа по переводу услуг в электронный формат и часть высвободившихся сотрудников, они переводятся на, получается, консультацию. То есть через колл-центр, единый контакт-центр 1414. В любое время вы можете позвонить и получить там консультацию, которая касается порядка получения государственного услуга. Пакет документов, срок ее оказания, кто ее предоставляет. То есть вся полная информация, если вы ее не нашли непосредственно на сайте или в интернете, то спокойно можете позвонить колл-центр единого контакт-центра и получить всю консультацию на любом необходимом для вас языке. Да, потому что колл-центр действительно важная история, потому что некоторые люди, допустим, могут поехать сразу в ЦОН и это будет потерей времени и сил. Конечно, получить из дома по телефону нужную консультацию, это, конечно, решит во многом проблему. В том числе сейчас уже раньше, если во время пандемии госкорпорация в пилотном режиме прорабатывала вопрос о предоставлении услуг через видеозвонок, то в настоящее время есть такая возможность получения определенных видов госуслуг через видеозвонок. То есть вас авторизирует оператор на той стороне через ваше удостоверение и у вас есть возможность получения госуслуг. Яркий пример. Раньше для того, чтобы получить электронно-цифровую подпись ЕЦП, люди непосредственно посещали ЦОН. В настоящее время эту услугу можно получить в электронном формате, то есть не посещая отделы по обслуживанию населения госкорпорации. Это мы насколько упростили порядок получения госуслуг. Да. У нас вопрос на нашем мессенджере ватсап. Вопрос такой. Известный общественный деятель Арман Шураев в одном из интервью сказал, что в Финляндии воровство бюджетных средств приравнивается к государственной измене. Есть мнение, что такой принцип был бы полезен в Казахстане. Каково ваше мнение? Ну, учитывая функционал нашего ведомства, нашего агентства и функционал другого государственного органа, это агентство по противодействию коррупции, мне кажется, данный вопрос, мне кажется, необходимо больше адресовать им. Потому что решение данного вопроса и дальше предложение не входит в компетенцию нашего государственного органа. Хорошо. Хорошо. Итак, давайте поговорим, наверное, о теме, которую мы вывели в том числе в название нашей сегодняшней программы. Это вопрос совершенствования, улучшения того механизма, который есть сейчас, механизма предоставления госуслуг. Вот что в этом направлении сейчас делается? Сама процедура совершенствования процессов оказания госуслуг, она является неотъемлемой частью контроля качества. То есть мы через мониторинг, анализ результатов проверок выявляем излишние административные барьеры, которые препятствуют качеству предоставления услуг. И второе направление совершенствования является анализ сам непосредственно нормативного права актов, который влияет на сроки, пакет документов. Потому что, как часто бывает, есть несоответствие в актах различного уровня. В законе написано одно, в нижестоящих правилах, стандартах оказания госуслуг, совсем другое. И услугополучатель очень затрудняется при определении, каким документом руководство, собственно, должен. Вот немаловажным направлением нашей деятельности является выявление этих несоответствий, устранение излишних административных барьеров. К тому же, в рамках указа главы государства по дебюрократизации государственного аппарата, на месте сейчас также работа ведется в этом направлении, это новая наша функция. И в рамках этого мы будем максимально упрощать порядок получения государственных услуг. Почему государственные услуги? Потому что любое взаимодействие бизнеса и населения с госаппаратом – это государственные услуги. Любое взаимодействие. И чем проще будет это взаимодействие, тем будет высшее благосостояние наших граждан. А наша задача – максимально упростить порядок получения государственных услуг, переводя их в электронный формат и иметь возможность получения через смартфон, через приложение банка второго уровня или мобильное приложение электронного правительства. Вы сказали о том, что необходимо привести в соответствие основной закон и различные подзаконные акты, ну и дальнейший пакет документов. На каком этапе эта работа сейчас? Эта работа проводится на постоянной основе. То есть, эта работа проводится системно. Устанавливаются сферы, по которым проводится анализ. Например, в июне мы проводим анализ, к примеру, в земельной сфере, в июле мы проводим сельскохозяйственную сферу. И данная работа никогда не останавливается. То есть, с учетом того, что у нас меняется постоянно законодательство, эта работа имеет долгосрочный характер. Но это несоответствие просто выявляются или они реально меняются? Нет. По итогам установления несоответствия, если, например, ниже стоящий акт не соответствует требованиям вышестоящего акта, мы в обязательном порядке вносим предписание по устранению этого нарушения и устанавливаем конкретный срок исполнения нашего предписания. То есть, государственный орган должен к определенному сроку исправить предпосылки для правонарушений, которые в последующем будут способствовать совершению определенных правонарушений и нарушать конституционные права наших услугополучателей. То есть, они-то несоответствие изымают? Да. Они, получается, исправляют те коллизии, которые есть в законодательстве. И тем самым устраняют предпосылки. Возвращаясь еще также к оценке. Вы сказали, что существует оценка деятельности и предоставления. Вот еще чуть подробнее расскажите. Оценка качества оказания госслуг, она проводится ежегодно на основе методологии, которая утверждается совместным приказом уполномоченных органов. В последующем, по результатам оценки, вводится, так сказать, эффективность государственного органа и направляется конкретная рекомендация по улучшению, повышению эффективности в следующем году. И на постоянной основе мы мониторим, насколько эти рекомендации исполняются в срок и насколько качественно. То есть, мы заинтересованы в том, что государственные органы ежегодно повышали свою эффективность по предоставлению государственных услуг. А оценка качества оказания госслуг является одной из направлений в целом оценки государственного органа. Там есть три блока, семь направлений, и оценка качества оказания госслуг входит в общую оценку, то есть является его неотлеимой частью. Оценку формулируют, соответственно... Есть уполномоченные органы по каждому направлению. Если брать конкретно взаимодействие физических, юридических лиц с государственным органом, то уполномоченным органом является агентство об отделах государственной службы, министерство цифрового развития, они проводят оценку эффективности. И министерство информации, и комитет по правовой статистике, они рассматривают качество, насколько качественно государственные органы рассматривают жалобы и обращения. Да, хорошо. У нас на линии появился телефонный звонок. Давайте послушаем телезрителя. Добрый вечер. Добрый вечер. Вас беспокоит из города Оксаево Бубейко Петр Антонович. Да-да, ваш вопрос. Мой вопрос состоит в следующем. У нас здесь с Оксаевым рядом, ну, пограничная зона. Я, Бубейко Петр, в селе Облавка построил там дом. Рядом растут грибы, все это. И мы обратились с семьей в ЦОН за пропуском в пограничную зону. Нас с ЦОНа, с Бурлинского, с Оксайского, отправили в районный Акимат. Там посадили человека, не владеющего компьютером. И он всю нашу семью в составе трех человек отправил в платную. Когда я обратился, у меня вот заявление на руках, все есть. Я с заявлением обратился в районный Акимат. Меня принял заместитель Акима. Ну и, в общем, начали там заниматься словоблудием. Что якобы он, не подготовленный, не имеющий квалификации, занимается этим делом. Это дело личная база данных. Все они этим, как говорится. Потом заместитель Акима района пригласил начальника ЦОНа. Она стала уговаривать меня. Ну, я вот теперь обращаться буду в суд. Потому что они незаконно взяли с меня две тысячи тенге. И вот эти услуги, которые делаются по Оксайве, это не в одном месте. Вот такие шарашкины конторы, чем-то крышованы. Это незаконно совсем. Вопрос есть, да? Есть. Да, большое спасибо за ваш звонок. Если можно, пожалуйста, оставьте ваши данные. Да, оставьте ваши данные. Завтра наши сотрудники с вами свяжутся. И мы примем соответствующие меры для того, чтобы эта государственная услуга оказывалась качественной. Но при этом хочу отметить, что предоставление посредничных услуг посредников, оно негативно влияет на качество предоставления государственных услуг само по себе. И негативно влияет на само восприятие населением госаппарата. Например, яркий пример. Гражданин не смог получить государственную услугу, потерпел определенные финансовые потери. И тем самым у него складывается негативное восприятие. В этом направлении мы, конечно, будем работать. Контакты пусть данные граждане не оставят. Завтра мы примем соответствующие меры и установим, насколько, что было и как. То есть такие схемы подрывают доверие к институтам власти. И тем самым они снижают уровень удовлетворенности. Хорошо. До звонка мы говорили о том, что предоставляют данные по замеру качества, по контролю за качеством. Вот этим данным, которые предоставляют госорганы, им можно доверять? Вот когда вы получаете эти данные, оценки. Получается, да, сейчас согласно указу главы государства по снижению уровня бюрократии в государственных органах, любая информация, которую государственный орган размещает у себя на интернет-ресурсе, она считается достоверной. То есть он несет определенную ответственность за предоставление достоверной информации. Но при этом в рамках оценки, которую мы проводим, и в рамках контрольных мероприятий, если государственный орган в целях получения более высоких мест в рейтинге и улучшения своей эффективности, предоставляет недостоверную информацию, к нему в обязательном порядке применяются штрафные санкции. То есть у него из общей оценки вычитаются штрафные баллы. Хорошо. Вот еще тоже важный вопрос. Как общество может также принять участие в такой форме мониторинга, контроля качества предоставления госуслуг? Роль общества какова здесь? Спасибо за вопрос. Это очень актуальное направление для нас, потому что, учитывая непосредственно штат государственной службы, полностью охватить контролем качество оказания госуслуг мы физически не сможем. В этой связи я призываю все неправительственные организации, граждан, которые заинтересованы повышением качества госуслуг, если у вас есть конкретные предложения, есть достоверно подтвержденные факты правонарушений, пожалуйста, вы можете в любой момент обратиться к нам в департамент. Непосредственно я сам провожу личный прием граждан каждый рабочий день с 2 до 5. В любой момент вы можете обратиться к нам в департамент и внести свое предложение или жалобу. В том числе вы можете вносить предложение не только по госуслугам. У нас есть предусмотрена возможность участия граждан в конкурсных процедурах при поступлении на государственную службу. Любой гражданин, достигший 18 лет, может предупредить государственного органа, который проводит конкурсные процедуры и стать наблюдателем конкурсной процедуры. И в случае определенных нарушений, также получается информировать нас, в последующем мы примем соответствующие меры. Мы призываем граждан, которые хотят повысить качество предоставления государственных услуг, неправительственные организации, которые заинтересованы также в этом, к обмену информацией и к тесной работе. То есть мы готовы открыто к взаимодействию. Вся любая информация, которую вы внесете нам, мы готовы конструктивно их рассмотреть совместно. И предоставить обратную связь? Да, предоставить обратную связь и выработать определенные алгоритмы, если у вас есть конкретные предложения по их реализации. То есть мы готовы к конструктивному диалогу. Ясно, да. Завершая уже тему вопроса совершенствования госуслуг, какие еще планируются проекты в этом направлении? Есть ли какие-то будущие наработки в этом плане? Основная цель – это непосредственно снижение жалоб услугополучательных граждан на действия государственных органов. И повышение уровня их удовлетворенности в целом представления по госаппарату. Будем в этом направлении работать. Мы в этом направлении уже начали определенную работу. И результаты мы, наверное, увидим уже в ближайшее время. Хорошо. Да, у нас буквально остается одна минута. Небольшой вопрос, связанный с нарушениями прав госслужащих. Вот мы немножко с этой стороны подойдем. Какие нарушения встречаются, если очень коротко, в формате одной минуты? Если говорить про нарушения со стороны госслужащих, у нас есть функция по защите непосредственно самих госслужащих, в том числе и рассмотрение их ответственности в случае, если они допустили определенное нарушение. Такое двойное направление. Если говорить конкретно по защите прав самих госслужащих, мы проводим постоянный анализ. По итогам, например, прошлого месяца мы установили, что четыре госслужащих были привлечены к ответственности незаконно. Тем самым мы внесли предписание, отменили их приказы и восстановили их права. Другое направление – это переработки. Госслужащие остаются на работе. Мы постоянно проводим мониторинг. И совсем недавно мы внесли предписание, чтобы нарушения трудового кодекса не допускались и были соответствующие выплаты за переработки. Хорошо, да, мы вынуждены завершать. Время эфирное вышло. Я вас благодарю за этот обстоятельный конструктивный разговор. Большое вам спасибо. Это была программа «Время вашего вопроса». В рамках нашей рубрики «Ильгия Казмет» мы говорили о совершенствовании системы оказания госслуг населения. В студии выступал Мурад Вайсалов, руководитель департамента агентства РК по делам государственной службы по ЗКО, председатель Совета по этике. На этом эфир завершен. До следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин